привет друзья сегодня у нас так сказать обзор экспромтом двух драйверных динамических наушников legato от компании сим герс который я думаю лишний раз уже можно не представлять а почему экспромтом так только потому что признаюсь я ребята за последнее время вернее за последние полгода от всего вот это очень здорово под устава собираюсь отправиться на небольшой отдых на море и естественно в предвкушении выходных и морских приключений моя голова уже больше думает об отдыхе нежели каких-то наушники только поэтому я не стал писать для них специальный сценарий отдельный и как-то сильно стараться при оформлении этого обзора и решил что будет лучше если мы проведем этот обзор формате добрый и ламповой беседы так что нам нужно знать об этих наушниках то что стоят они 109 долларов впервые начали продаваться в магазинах компании ленцов за звук них отвечает 1 12 миллиметровый динамический излучатель и 1 6 миллиметровый динамический twitter есть кроссовер естественно большой излучатель отвечает за нижние и частично средние частоты twitter за верхние частоты импинанс у них 26 чувствительность 108 децибел на внутри этой симпатичной коробки мы найдем с вами огромный чехол на замке с логотипом компании естественно найдем сами наушники крупные увесистые как лопухи скромненький кабель набор из самых обычных силиконовых амбушюр с разноцветными сердечниками и комплект состоящий из четырех тканевых фильтров и четырех запасных защитных решеток на звуководы людям с очень маленькими ушами буду советовать хорошенечко задуматься перед тем как покупать эти наушники ну что как уже говорил они имеют достаточно внушительные размера из-за того что целиком изготовлены из металла естественно имеет и внушительный вес а звуководы достаточно длинные у них благодаря вот этому выступу имеется несколько компенсационных отверстий одно находится непосредственно под звуководом а три остальных вентиляционных отверстий находится на торцевой стороне этих наушников из плейты имеет такую приятную симпатичную обработку или украшения но в целом не могу сказать что они у меня плохо сидят в ушах чувствуется что они там сидят благодаря опять же своему весу но в принципе посадка достаточно удобная стоковый кабель ребятки но не знаю никаких эмоций у меня не вызвал когда будем разговаривать о звуке этих наушников я к нему еще вернусь но пока можете посмотреть что ничего необычного в нем не да он эластичный легкий удобный но есть кое-какая особенности за которой я не захотел им пользоваться ну а перед тем как поделиться с вами своими впечатлениями о звуке legato дам вам несколько советов которые помогут вам быстрее правильнее ввести их в эксплуатацию но первым делом посоветую их прогреть потому что на мой взгляд на прогрев они реагируют очень хорошо и по истечении 20 часов я заметил достаточно заметно изменения на вы че благодаря которым они здорово оккультурились и стали гораздо более приятными и очерченными также посоветую пользоваться опять же для лучшего раскрытия верхнего диапазона посоветую пользоваться какими-нибудь амбушюрами с широким выхлопом у меня это gvc spiral dot и тирой клэри но в случае с клэри он нужно учитывать тот факт что и без того длинные звуководы этих наушников становятся еще длиннее потому что ножка от клэри он гораздо длиннее чем у спирал дот поэтому вот с клэри и нами они у меня в ушах играли и сидели не очень плотно звукоизоляция была тоже паршивенькой ну и последнее посоветую поменять стоковый кабель от как раз тот случай когда наконец я услышал то что он немного портит опять же верхний диапазон попробовал на нескольких плеерах с разными кабелями и вот с ним на мой слух был самый худший вариант поэтому советую попробовать не поменять стоковый кабель описывая звук лига то снова друзья буду вынужден акцентировать ваше внимание на том что они будут у слады лишь только для тех кому важен кач басы комфортного ч а не тем кто собирается выслушивать в них послезвучие струнных или клавишных инструментов одним словом легата это ярко выраженная бубнящая в хорошем смысле слова вэшка с практически подавляющими все остальное эффектными низкими частотами ну а по-другому я не знаю друзья как назвать наушники у которых низ приподнят аж на 14 с лишним децибел а верхний относительно низких в самом пике достигает только 10 из положительных моментов этого веселого аттракциона первым делом хочется отметить гладкую тепловатую тоналку массивные глубокий сабаз который в некоторых композициях колеблит воздух словно сабвуфер заниженной десятки средние частоты которые конечно попадают под влияние баса но все-таки обладают нормальным весом и разделением и верхние частоты которые на графике хоть и похоже на острую гребенку на деле наоборот имеет немного безопасную но зато очень чистенькую на удивление даже воздушную презентацию затухание конечно слегка укорочена но тем не менее присутствует кое-какие обертона и тембральные оттенки они все-таки передают и делают это даже более естественно чем некоторые гибридные наушники за эту же цену но и также положительным моментом отнесу то что эти наушники практически никогда не пилят и не орут а из отрицательных моментов отмечу не самый быстрый mid bass который неважно подчеркивает текстуру и контуры акустических инструментов хотя одновременно понимая что главное здесь это передача массы и глубины звука не каких-то его утонченных особенностей и отодвинутую на задний план серединку которая тем не менее показывает вполне удовлетворительную детализацию и в отличие от женского не сильно гасит объем и мощь низких мужских голосов женских не признаюсь не хватает искорки и воздуха и давайте теперь для закрепления материала и лучшего его понимания пробежимся с вами по некоторым музыкальным примером синт поп-трек берлинг гасолин показывает насколько эти наушники эффективны в подобной музыке как круто передается и подчеркивается глубина саббасовой основы насколько правдоподобны тембры меланхоличного мужского вокала и насколько хорошо выражена здесь стерео панорама то есть этот трек красноречиво говорит нам о самой благоприятной среде обитания этих наушников чего уже не скажешь о том же самом металлическом треке midnight party от destar с которым вокалист из-за огромных образов бочек и ритм гитар вынужден ютиться где-то в глубине сцены и оттуда робко и неуверенно подавать свой голос но что примечательно так это то что хэта и крэш и в отличие от ударных остаются читаемыми и удобо варимыми на протяжении всей этой композиции ну а где перкуссии особенно хороши и чисты так это в джазовом треке the wiser где помимо ударных и бас-гитар достаточно много всевозможных шелестящей извиняющей фоновой мелочи которая тоже звучит чистенько и достаточно подробно что в итоге друзья а в итоге в лице легата мы имеем настоящий подарок для басхедов который думаю они оценят и полюбит и хотя себе к числу не отношу не скрою мне порой было любопытно отвлечься от нейтральных и пресных наушников и провести время утопая в грозовых раскатах да в разных вязких саббасовых слоях кстати чуть позже мы с вами познакомимся с еще одними подобными наушниками в этом сезоне производители видимо решили порадовать наших дорогих басхедов а я пока в качестве альтернативы легата могу рекомендовать еще одни бас пушки сяудио ринка о которых я не так давно вам уже рассказывал они от легата отличаются большим количеством мид баса поэтому ощущается чуть жестче и плотнее на низких они громче на верхней середине из-за чего кажется более детальными и резкими и они гораздо беднее на верхних частотах из-за чего вся акустика при прямом сравнении в них звучит более скудно чем в легата мне если честно ближе более жесткий бас ринка а все остальное средние и верхние частоты больше нравятся в легата но это друзья моя колокольня и мой слух вы же должны делать выбор согласно своему слуху и со своей колокольни а мне остается только поблагодарить вас за внимание попросить подписаться на нас везде и поставить лайк пока в общем ребята я уже на море погода стоит просто прекрасная но речь не о ней а хочу сказать вам о том о чем я совсем забыл сказать вам обзоре а это то что для этих наушников не требуется какие-то слишком мощные источники они неплохо раскачиваются даже маленькими свистками у которых на выходе 60-70 милливатт на 32 ума например мы это мини очень неплохо с ним с этими наушниками справлялся имейте ввиду и теперь точно пока